В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Раздался жуткий грохот. На место происшествия выехали инспекторы ГИБДД, обнаружившие ту самую новоявленную просеку, а в ее конце искореженный автомобиль Kia Optima. Из всех возможных видов травм пилоты штурман, приземлившиеся иномарки, получили лишь травмы моральные. Пассажир авто с ужасом в глазах рассказал полицейским, что машину его друг взял в кредит, что ее цена составляет около двух миллионов рублей и что кредит еще практически не погашен. Пребывающий в шоке водитель не говорил ничего. Зато после нескольких отчаянных попыток все-таки сумел сделать выдох в трубку алкотестера. Прибор показал значительную степень алкогольного опьянения. А утром во вторник с путепровода, который ведет с улицы Ферсмана в Старый Апатитом на улице Жемчужная, улетел автомобиль Mitsubishi Lancer. Его водитель пояснил инспекторам ГИБДД, что отправил машину в полет специально, чтобы избежать еще более серьезного столкновения. 67-летний мужчина самокритично признался. Ехал по гололеду на летней резине, машину занесло. И чтобы не оказаться на встречной полосе, он направил ее сначала вбок, затем вверх, ну а потом уже она сама устремилась вниз. Высота, с которой скатилась Mitsubishi, впечатляет. А еще больше впечатляет тот факт, что в этой аварии чудом обошлось без телесных повреждений. Так, впрочем, может повезти далеко не всем. Инспекторы ГИБДД предупреждают автовладельцев. Езда на летней резине сейчас смертельно опасна. С наступлением холодного времени года и ухудшением погодных условий на территории Апатитско-Кировского района участились случаи возникновения ДТП. Это связано во многом с тем, что водители до сих пор используют летнюю неошибованную резину. В частности, уже с периода 1 октября произошло одно ДТП с пострадавшим гражданином. Опять же, по причине использования летней резины. Также двое водителей допустили опрокидывание транспортного средства. И в завершении нашего выпуска небольшой дайджест обзоров других происшествий, достойных вашего внимания. На прошлой неделе жители дома номер 10 по улице воинов и интернационалистов в Апатитах сообщили городским спасателям, что под одним из подъездов, а точнее под бетонной плитой, находятся замурованные собаки. Со стороны зрелища действительно выглядело жутко. Но спустившись в подвал, сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы обнаружили, что псы в любой момент могут спокойно выйти и из-под плиты, и из самого подвала. Так что до применения специнструмента дело не дошло. В ночь с воскресенья на понедельник жители одной из квартир в доме номер 20 по улице Бредова пожаловали с полицейским на соседей, которые облили им дверь чем-то горючим и вонючим, а потом подожгли. Женщины сумели справиться с пожаром и опознать своих обидчиков. Патрульные задержали предполагаемых поджигателей и доставили их в отдел полиции для последующих разбирательств. Автор этого видео утверждает, что в поле зрения его видеорегистратора попал дорожный конфликт, случившийся на трассе Апатита-Кировск. Водителю автомобиля Ауди не понравилось, что водитель автомобиля Рено объезжает пробку, вызванную ремонтом по обочине, и он перекрыл обочечнику движение. В ответ, сообщает автор видео, водитель Рено набросился на своего оппонента с кулаками. Впрочем, даже если в салоне авто действительно кого-то били, в полицию этот человек предпочел не обращаться. В Апатитах публичная камера наружного наблюдения фирмы Риланд зафиксировала типичное ДТП, случившееся из-за незнания правила проезда колец. Водитель автомобиля Opel Astra решил съехать с кольца из внутреннего ряда, не пропустив двигавшийся в наружном ряду Fiat Ducato. В результате тонкости этого пункта ПДД ему объяснили дорожные полицейские, а на учебу пришлось потратить дополнительное время. И на сегодня у меня все. Этот выпуск программы «Опасный для жизни» подошел к концу. Ищите нас в эфире Народного телевидения Хибины. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин